Ну вот, вместо эпиграфа, о чем я хочу поговорить, вот эти два портрета, один из которых, наверное, все хорошо знают, верхний, ну, конечно, да, никто не знает нижний, этот парень, я просто нашел в своем фотоархиве, это парень, который стоит в оцеплении ОМОНа перед московской мэрией, защищая от какой-то очередной акции протестной, видимо, мэрию, вот, они очень похожи, даже лица их похожи, но у того, который внизу, у него нет будущего, образа будущего, никогда не хотел стать космонавтом. Он вырос в стране, которая, ну, как бы непонятно будет существовать или не будет, и в этом смысле мы все оказались в стране, которая нет будущего, то есть его 20 лет назад у нас резко не стало. И 20 лет мы жили в ситуации, когда мы, ну, как бы живем продленным настоящим, то, что есть сейчас, хорошо будет завтра, а что будет дальше, что будет потом, мы, как бы, не очень понимаем. И, на самом деле, есть сфера, где так можно жить, ну, например, розничная торговля, в принципе, купил партию товара, и ты за три месяца ее продал, и нормально, ты идешь в оборот и так далее. Когда ты занимаешься образованием, ты так не можешь жить, потому что образование всегда выстрел в будущее, это, как бы, мы делаем то, что будет эффектами через 15-20 лет. Вы все это хорошо понимаете. Но никто не может вам предложить образа будущего, для которого вы все это делаете. В Советском Союзе было не так. Там был организм, там была понятная цель, и под нее отстраивалась вся система подготовки, в том числе, людей, начиная с самого раннего возраста, с детского сада. И сквозным образом до высшей партийной школы. Вот эта система разрушилась, ничто ей на замену не пришло. Поэтому мы, как бы, на отстанках, в прежнем режиме продолжаем двигаться инерционно. Можно слайд там вот? Можно будет листать? Да, и, как бы, вот эти вот три горизонта, которые всему вы все, наверное, знаете, там, нам традиционно, вот, те, кто, так сказать, хоть как-то с управлением связан, нужно писать годовые планы, составлять бюджеты, иногда там трехлетние программы планировать и так далее. Вот это вот короткий горизонт, с которым мы имеем дело. Он короткий, потому что, на самом деле, на нем никаких радикальных двигателей не происходит. Когда корпорации планируют свое будущее, ну, например, меняя технологическую политику свою, разрабатывая новые продукты, ну, допустим, новый самолет на рынок выводя. Это гораздо более длинный горизонт. Ну, его можно занять пять-десять лет, потому что на этом горизонте меняется рынок и так далее. Государственная политика на этом горизонте, вот, цикл выборов, принятие новых законов и так далее, дает эффект на этом горизонте. А есть сверхдлинный горизонт. И в сверхдлинном горизонте практически никто не умеет работать, особенно у нас в стране. А на этом горизонте как раз, вот, десять лет, двадцать лет, тридцать лет, на нем происходят ключевые вещи. Это вот поколенческие вещи, да, те, которые там, где как раз эффекты образования возникают, там, где возникают долгосрочные эффекты промышленных решений. Появляются новые и меняют жизнь людей новые технологии. То, с чем вам приходится иметь дело. Прямо или косвенно. Можно дальше? Вот проблема в России заключается в том, что не существует... Вот, не, не надо говорить, пожалуйста. Вот с этим работают малосредние предприятия, с этим работают большинство движений, некоммерческих, орденциальных, с этим работают с коротким горизонтом, один-три года. Я говорил про крупный бизнес, который работает на самом деле, владельцы бизнеса серьезного даже, там, металлургических заводов, нефтяных заводов, больше, чем на четыре года вперед не думают. При том, что, там, месторождение надо осваивать, там, миллиардные инвестиции закапывать землю, например. Есть несколько отраслей, где нужно думать немножко более длинным циклом, например, такой серьезный технологический крупный бизнес, энергетика, транспорт, там, может быть, семь, восемь, девять лет. Есть несколько групп в стране, которые думают на десятилетия. Ну, в частности, вот, в Министерстве экономического развития есть такая группа, вот, стратегия 2020, на десять лет вперед. Еще раз, для тех задач, которые стоят перед образованием, ну, и перед некоторыми другими вещами, например, градостроительством, созданием новых поселков, городов, и так далее. То, что меняет образ жизни людей. Так нельзя, потому что это гораздо более длинный горизонт. С ним никто не умеет работать в стране, к сожалению. Никто не берет за него ответственность. Пока. Ну, дальше. А в мире берут. Ну, для меня, на самом деле, я тут некоторые логотипы, там, вот, этот институт будущего штатовский, который в регулярном режиме проектирует стратегии на 15-20 лет. Для правительства, для корпораций и так далее. Различные форсайтные сети, которые проектируют образ будущего энергетики на 30 лет вперед. И реализуют его. Это не то, что, как бы, они фантазеры. Китай мне, в общем, как бы, с этой точки зрения, кажется иллюстративным. Ну, некоторые знают про то, что у Китая есть программа освоения космоса на 100 лет. Мне нравится другая история. Вот, в Китае в августе, ездил много достаточно, еду в автобусе, реклама, пиво, янзын. Ну, как в Балтии, примерно. Популярное пиво. Пиво янзын, официальный партнер китайской программы освоения Луны. То есть, это показывает, что люди китайской программе освоения Луны относятся настолько серьезно, они собираются человеком на Луну оправить, например, к 2025 году. Что они уже корпорации подписывают на рекламу, на это мероприятие. Вот это вот их горизонт планирования. Это то, как они думают. А в России так никто не думает. И поэтому мы живем в чужом будущем постоянно. В будущем, которое нам навязывают извне. Технологически, через ценности, через фильмы и так далее. Своего образа будущего у нас нет сейчас. Вот его надо восстанавливать. Вот дальше. Когда думаем о том, собственно говоря, здесь вот некое такое рассуждение, о том, а как выглядит этот образ будущего, и как он выглядит вообще стратегически, то нужно такие три принципиальных сценария проговорить. Насверглый на горизонт. То, что где-то там, где уже у нас очень сложно говорить про конкретные параметры, там вот тренда. То есть, любой тренд, любая тенденция, даже демографические, самые устойчивые тенденции, за срок больше, чем поколение, ломаются. Некоторые знают там про то, что в начале века были одни предположения о том, какое количество людей будет жить в конце 20 века. А в середине века выяснилось, что демографические тенденции резко поменялись. Смертность упала, детская, а за ней упала рождаемость. И вдруг резко изменилась динамика. Она была экспоненциальная, стала S-образной. Ну, это так, это просто, потому что любой тренд в этом смысле неустойчив на горизонте больше 10-15 лет. Так вот, есть три образа принципиальных. Один это, назовем его так, продленное настоящее. Вы его все знаете из научно-фантастических фильмов, когда у нас технологии развиваются, появляются новые замечательные решения, а жизнь людей и принципиальные отношения между ними остаются прежними. И это как бы сценарий, который нам предлагают глобальные технологические корпорации. Он транслируется через культуру, через научно-фантастические фильмы, через книги и так далее. Но этот сценарий принципиально неустойчив. Неустойчив, потому что люди не умеют справляться с той возрастающей сложностью технологии, которую мы имеем. Каждодневно. Ну и вот Сергей как раз будет, наверное, об этом говорить. Наверное. Я когда-то знаю, что я буду говорить, во время разговора. Но я уж не буду вас отнимать. Вот. Вот, собственно говоря, то есть этот сценарий принципиально неустойчив. Ну, а второй сценарий, вы все знаете, это апокалипсис. Он тут у нас сейчас ядерным грибком нарисован, но есть и другие совсем истории. Это, ну, в России мало кто относится серьезно к изменениям климата, а в мире достаточно серьезно. То, что человечество, ну, как бы, нарушило баланс, тонкий достаточно баланс климатический, это уже ясно. Вот. А исходы этого совершенно непредсказуемы. То есть, одним из сценариев может быть, действительно, как бы, создание, возникновение на планете таких условий, которые вот для нашего вида вот невыносимы. Ну, то есть, с разной сценарией апокалипсиса. А третьей, собственно, это вот решение тех двух проблем, о которых я говорю. Одна это экологическая, вторая вот понятийно-смысловая, связанная с способностью воспринимать этот мир, его сложности и многообразности. Вот мы его словно называем зеленая когнитивность, потому что она связана с двумя качественными переходами. Отношения с природой по-другому надо строить и отношения между собой и отношения с своим способом воспринимать мир. А что это считает? Вот. Вот это вот условный сценарий будущего, которое такое светлое, радостное, да, он требует четырех компонентов. Других социальных технологий, то есть, по-другому надо в этом обществе относиться друг к другу. Потому что общество совсем другое, чем оно было тысячелетие. Оно очень сложное, в нем шесть миллиардов, семь миллиардов человек, связанных теперь вообще, то есть, каждому можно позвонить, написать, через несколько секунд он получит от тебя сообщение. Все со всеми связаны, такого никогда не было. И в этом обществе надо как-то по-другому друг с другом соотноситься. Работа с сознанием, то есть, то, чем... Вот этими двумя вещами занимается образование, как минимум. Работа с сознанием, то есть, значит, способностью воспринимать этот мир в его сложности и творить в нем что-то новое. Это то, что делаете вы как раз, обучаете это. И зеленая технология, то есть, отношение с природой, экология, принципиально, по-другому надо строить. Уже ясно, но еще не умеют делать. И это невозможно без изменения этики, то есть, без изменения правил, по которому существует общество. Но есть надежда, я буду про это говорить чуть позже, когда буду рассказывать про форсайт образования, которое мы делали. Да, и можете дальше читать. Так вот, коллеги, почему я вам все это говорю? Я говорю это вам потому, что, на мой взгляд, вот эта группа, которая здесь присутствует, не единственная, таких групп много уже возникает в стране, потихонечку, полигончику, может взять на себя ответственность. Какую ответственность берут на себя технологические корпорации, потому что для них это условие долгосрочного выживания. Они проектируют будущее в активном режиме, они проектируют будущее там разными способами, проба будущего, комнаты будущего, то есть там в компании Panasonic есть образ комнаты будущего, там жилья будущего, который будет в 2030 году. Там стоят многие решения, которые они будут выводить на рынок через 10 лет, и так далее. Сейчас просто прототипы. Папани, Филипс, есть там, они регулярно проводят выставки того, как могла бы выглядеть наша жизнь через 100 лет. Они неизбежны, это же это условие их существования, занимаются постоянным ощупыванием будущего и выбрасыванием его борзов. Государство. Государством это необходимо. Иначе государство не выживает. И сейчас появляются внутри страны структуры, которые берут на себя такую ответственность. Ну, в частности, упомянутая мной агентство стратегических инициатив. Наверное, одна из первых групп, которые берут на себя ответственность за длинный период, за вот эти вот 15-20 лет. Потому что, если нужно менять образование, по-другому подходить к управлению социальными проектами и так далее, нельзя уже глядеть на короткие промежутки. И третье, это социальные движения и некоммерческие организации, потому что у них есть ценностный посыл. Этика. И вы, как образованцы, собственно говоря, к чему я все говорю, вы как образованцы, как люди, которые работают каждый день с живыми людьми, которым они, так сказать, задают эти образы будущего, невольно, имеете возможность либо... Образованцы не нравятся. Не нравится? Я так себя называю и... Судя по шуму, не нравится вам образоваться? Образователи. Образователи. Преобразователи. Преобразованцы. Мы, коллеги, с вами имеем возможность либо заинтересовать пассивную позицию, принимать чужие образы, которые происходят там, ну, как бы, возникают где-то в учебниках, в учебных пособиях, в книгах, в журналах, во всей массовой культуре, в технологиях, которые мы используем, либо включиться в проектирование образов будущего и транслировать то, что нужно и хочется нам. И в этом смысле вот у вас этот форум и завтрашняя, например, сессия будет проектирование инициатив, которые могут ваши решения, ваши технологии внедрить в образовательную систему. Послезавтра входит ваша возможность поработать со стратегией 2020. это нужно делать, иначе вы, как бы, будете жить в стране, которая будет создана не вами и не для вас. Вот и все. Спасибо. Хотят ли какие-нибудь вопросы задать или сразу переходим к следующему докладу? А вот после задания вопросов вы говорили у чужих образов в массовой культуре. Это вы ошиблись? Или вы почему-то, вот я просто записала себе чужие образы и массовая культура. Почему есть такое соотношение, что просто в культуре нет других образов? В культуре есть очень много образов. Просто вопрос, кто порождает их и, скажем так, в какой ценностной системе они порождены. Спасибо. То есть, когда я говорю ответственность за будущее страны, я говорю о том, что есть ценности и смыслы культуры, которую мы представляем и наш выбор, хотим ли мы, чтобы они развивались, транслировались и так далее. Еще один вопрос. Давайте я передам слово. У вас на одной схеме была показана работа с технологиями, там и появляется смена этических установок. И вот все эти три пункта почему-то у вас звучат именно как технологии. Я бы хотел понять. Почему обязательно это нужно? Потому что технологии все-таки редуцированные действия. и там, где касается человеческого, там всегда в технологиях могут возникать параллели. То есть, социальные технологии, работа с сознанием, технологии, и зеленые технологии, как уже казалось, как же. Поясните, пожалуйста. Ну, вы правы, что я специально редуцировал по одной простой причине. Это то, что транслируемо. То, что идентифицируемо и транслируемо. А вообще, конечно, стоит говорить о практиках. То есть, это более корректно. Да. Ну, да, давайте технология. Я сейчас бейте меня. Сейчас будет технология. Сейчас будет технология. Ну, короче, все, тогда, значит, я еще к вам вернусь сейчас. А сейчас я передам господин.